Как раз упоминали Омске училище, мы пытались с ними взаимодействовать. Уходили на нас коллеги, просили предоставить пилотов-инструкторов, но пока не сработали. Есть у нас пилоты-инструкторы, которые готовы мы направить. Но, опять же, наше административное регулирование, которое восстанавливает, не совсем понятно, как наш учебный центр может взаимодействовать с другим учебным центром. Это либо реализация каких-то совместных программ разработок, утверждение как в Росавиации, либо что-то. Потому что даже командировать сотрудников в другой центр, юридически у Росавиации этого не видит. Он говорит, увольняйте у себя, трудоустраивайте там. Но нам это не подходит. Мы не для того растили кадры и вкладывали в их обучение достаточно большие деньги, чтобы получили пилотов-инструкторов. У нас пилоты-инструкторы, пилоты-инструкторы-экзаменаторы, при том они по нескольким типам воздушных судов. Там много денег очень потрачено на их квалификацию. Для того, чтобы увольнять, отдавали другие учебные центры. Но вот пока это проблема. Проблема в том, что не дают нам готовить коммерческих пилотов, хотя не однократно говорили. Обозначьте правила. Мы говорим на старство. Обозначьте правила. Вот, допустим, часы пилотов на А-44 у нас 43 летных часа по программе. Пускай это будет не 43 летных часа. Пускай это 100-150 летных часов будет. Пускай там теоретическая программа будет. Последствия Суржа утверждает эту программу. Он говорит, нет, принципиально нет. Потому что все-таки мне кажется, что должна быть альтернатива. У нас готовят и юристов, и экономистов, и врачей даже коммерческие структуры. Но пилотов не могут коммерческие структуры готовить. Это, наверное, какая-то совсем уникальная специальность, которую, конечно, не может никак отдать в руки коммерческих структур. Хотя, привлекая коммерческие центры, мне кажется, что проблема быловой частности не там. Потому что есть кредитование образования. Люди, которые понимают, что в дальнейшем они будут работать пилотами, зарабатывать определенную сумму. Заработы пилотов неплохие. И в России, и за рубежом. Привлекая кредитование, вполне можно решить вопрос подготовки пилотов. Но пока вопрос наш остается без ответа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...